Действующие лица Складывается в мозгу, что пока тепло, пока лето, кажется, что оно не закончится никогда. А как только начинаешь курточку доставать из шкафа, тогда ты понимаешь, что скоро же зима и надо как-то к ней готовиться. Сейчас, если мы говорим о примитивных профилактических мероприятиях, еще не поздно начинать проводить или уже какое-то время утеряли, надо было делать это еще летом? Конечно, надо заниматься профилактикой еще раньше, летом, я имею в виду закаливание организма, чтобы уже к зимним холодам у ребенка формировался иммунитет. А сейчас, конечно, нужно проводить профилактику, потому что пошел подъем заболеваемости. И что нужно учитывать вот в этот подъем заболеваемости? Во-первых, что такое вирусная инфекция? Да, вирусная инфекция, она в основном передается воздушно-капельным путем. Значит, надо это учитывать. И нужно обязательно советовать мамочкам, особенно молодым, которые любят у нас с колясочками гулять по торговым центрам. Я всегда умиляюсь, что нужно меньше посещать места массовых скоплений людей. Это да, подождите, вот давайте сделаем так. Ну, не первая-то программа, да, у меня, по крайней мере, за карьеру, когда мы говорим о профилактике, о сезонной профилактике. У меня вот сейчас немного здесь не сходится. С одной стороны, врачи говорят, что надо чаще гулять, как раз вот находиться на свежем воздухе, особенно маленькие дети, в колясочке. Надо на свежем воздухе. А я имею в виду, что мамочки в торговых центрах, развлекать, конечно, где места в массовых скоплениях людей, понимаете? А вирусная инфекция воздушно-капельным путем передается, я сказала. Поэтому нужно избегать, вот, особенно, ну, массовые мероприятия, да, вот, если мама, допустим, захотела пойти в магазин, в колясочку папе, да, или ребеночка, а сама пошла, купила продукт. Особенно вот большие супермаркеты, где большое скопление людей. И какие-то массовые мероприятия, которые проводятся, ну, где-то у нас. Здесь надо потерпеть. Да, здесь надо будет потерпеть, потому что большая вероятность заболеть. Вот смотрите, тогда еще один момент. Ну, как-то вы либо подтвердите, да, мои слова, либо опровергните. Насколько я правильно понимаю, то вот вероятность заболеть, когда уже наступили морозы, да, когда уже, вот, может быть, я забегаю немного вперед, но когда морозы, вероятность заболеть намного меньше, нежели вот в такую погоду, которая вот устанавливается сейчас, да. Когда вроде не тепло, не холодно, когда вроде еще никто не кутается, когда, ну, может быть, даже дождик пошел, да, у вас стало сыро. Правильно, абсолютно с вами согласна, потому что тут тоже нужно уметь правильно одеть ребенка, чтобы, во-первых, нужно, чтобы ножки были статепленькие, да, то есть смотреть за обувью. Во-вторых, кутать не нужно, как у нас еще чуть-чуть похолодало, и смотришь, уже шапочки подевали, шарфики теплые, шарфики, как будто мы на Северном полюсе живем, да, у нас всего там плюс сколько, плюс 20-21, то есть этого ни в коем случае нельзя. Одежда должна быть у ребенка комфортной, легкой, удобной, и обязательно нужно гулять с ребенком на свежем воздухе почаще, почаще. Допустим, лучше в детский садик, если недалеко, конечно, воспользоваться не общественным транспортом, а пройти. Да, даже и всем людям, которые недалеко работают, пару остановочек можно пройти, то есть меньше пользоваться общественным транспортом, потому что в общественном транспорте один чихнул, другой кашлянул, это уже угроза развития заболевания. Обязательно прогулки никто не отменял. Если, допустим, ребенка перевели из детского садика, обязательно нужно проветрить помещение. Обязательно. А вот здесь, вот смотрите, тогда давайте вот такой момент. Проветрить помещение лучше, если мы говорим о ребенке вот в возрасте детского садика. К школе мы там чуть позже подойдем, если позволите. Про детский садик вы говорите проветрить. Проветрить лучше тогда, когда ребенок еще в садике, допустим, да, ну вот, я не знаю, мама идет, за ребенком открыла форточку, оно проветривается. Можно. Пришел, пришли, закрыла. Или подождать, пока ребенок придет, и потом уже проветривать. Как лучше? Или здесь? Значит, можно, можно до детского садика проветрить, конечно, да. И когда ребенок тоже приходит, тоже можно проветривать. Желательно сквозное проветривание, потому что форточный режим, он ничего не дает. Но, естественно, ребенка в другую комнату. Это буквально 10-15 минут. И привели ребенка, допустим, из садика, и лучше промыть, ну, потому что контакт в детском садике может быть, лучше промыть полость рта и носоглотку солевыми растворами. Ну, у нас сейчас в аптеке много продается, ну, можно домашние средства у нас, допустим, соль взять, 9 грамм соли на литр, и, пожалуйста, промывайте носик. То есть можно прополоскать, да? Ну, конечно, конечно, полоскать, потому что мы элиминацию вируса. Даже у нас, когда сухая слизистая оболочка носа, то у нас скапливаются все вирусы, бактерии. И мы должны все это промыть, убрать. То есть желательно пойти в садик промыли, из садика промыли. Это рекомендуется всем людям. Ну, это не проблема. То есть и детям, и взрослым здесь разница большая. И детям, и взрослым. Это не проблема. Сейчас и спреи продаются, да и можно просто промывать. Есть еще, я знаю, мази. Мази продаются, но лучше всего промывать. Все-таки промывать. И солевыми растворами. Горлышко можно полоскать. Ну, детки постарше можно содовым раствором полоскать тоже. Но и солевыми растворами, пожалуйста. Но увлажнять надо обязательно. И увлажнять надо обязательно воздух в квартире. Обязательно воздух. Вот здесь я прошу прощения, опять же, что перебиваю. Сейчас уж мы заговорили о промываниях, да, там полость стертает. Но мы еще с вами, вот мы сколько уже с вами общаемся, да, мы еще с вами ни разу не сказали про мытье рук. Я так понимаю, что это настолько уже элементарная рекомендация, что можно уже не вспоминать. Руки – это обязательно. Вообще ребенок должен приходить с улицы, с детского сайта, обязательно мыть руки. Это не только ребенок, и взрослые. Особенно, когда в период повышенной заболеваемости. Особенно люди чихнут и начинают нос растирать, начинают глаза тереть. А вирус сохраняется до суток на лице. Поэтому обязательно надо и умыть лицо, и обязательно мыть руки с мылом. Это естественно, но это как дважды два, это, по-моему, знает любая мама, и любые взрослые. Но, тем не менее, мы проговорили, лишний раз не будет. И еще подчеркну, обязательно нужно влажную уборку в доме тоже делать, потому что вирусы тоже сохраняются в грязной квартире. Что там греха таить? Влажную уборку хотя бы через день. Это не проблема. Следующий момент. Вот мы сейчас говорим с вами, да, с руками все понятно, умылись, и это самое, это обязательно, это в течение года, это каждый день, а то, может быть, и несколько раз в день. То, что мы говорили с вами по поводу полоскания полости рта, промывания носа, вот это можно или там нужно делать уже сейчас, когда, казалось бы, да, ну вроде как и вируса-то нету. Или это нужно сделать тогда, когда ты уже замечаешь, что есть люди в масках в том же транспорте, да, или когда у тебя по соседству ты замечаешь, что у тебя на работе или там в детском садике кто-то кашляет, кто-то... Или сейчас уже нужно это делать? Вы знаете, лучше делать это сейчас, потому что уже пошел подъем заболеваемости, и ничего там сложного нет, промыть себе нос, прополоскать горло, я считаю, это элементарное, да, ну это минуты где-то занимает эта процедура, поэтому лучше сейчас. По-любому вы едете, если вообще сейчас на транспорте, вы видите, кто-то чихает, кашляет, правда, и в садике тоже начинают детки болеть. Поэтому здесь особенно важно, если у вас в семье заболеет кто-то, обязательно масочный режим. То есть не членам семьи, а заболевшему. Вот теперь про маски, да. Потому что я слышал разные мнения от разных специалистов. Кто-то говорит, если маска, то ее должен носить тот, кто болеет. С другой стороны, если маска, то должны носить те, кто не болеет. Причем приводят разные аргументы. Ну, с одной стороны, да, так, чтобы не распространялся вирус для больного, а с другой стороны, ну доктора же носят маски в инфекционном отделении, значит, так правильно. Как правильно? Ну, знаете, маску лучше всего одевать больному человеку, потому что он является источником заражения. То, что он чихает, кашляет, хотя бы оседает на этой маске. Да. Взрослому человеку вот носить маску, но если вы при контакте, если вы контактируете, можете одеть маску, но она мало защищает от вирусов. Опять же, те же руки, да? Да, те же руки она мало защищает, поэтому лучше маску носить больному человеку. Ее надо чаще менять. Ну, конечно, это каждые два с половиной часа. Если марлевая масочка через два часа, надо обязательно проглаживать, стирать. Ну, надо как-то себя оберегать, конечно. Ну, я так считаю. Детям, вот опять же, есть смысл, ну, там, я не знаю, в детсадовском возрасте, если он заболел, да, вот как-то эту маску, потому что я не часто, по крайней мере, встречаю детские маски, да, там, я знаю, что подвязывают это. Или это уже для постарших все-таки деток? Ну, в детском возрасте сложно ребенку маску надеть, понимаете, что такое ребенок? Он активный, да. Конечно, маску лучше надевать только больному ребенку, который заболел и является угрозой заражения других. Ну, если вы идете, прям вам необходимо в какое-то пойти место, вот вам прям срочно какое-то массовое мероприятие, там, я не знаю, что. Скажем так, купить пальтишко ребенку в магазине, все же надо мерить. Ну, надо выбирать такое, конечно, в более подходящее время. Ну, можно, это как само успокоение, знаете, она сама по себе-то маска не защитит, потому что они настолько мельчайшие, это вирусы, она просто не защитит. Я специально сейчас не хочу начинать новую тему, она такая, мне кажется, достаточно обширная, я имею в виду вакцинацию, у нас скоро будет реклама, и мы после рекламы обязательно об этом проговорим. Еще один момент, закаливание, да, вот мы так вначале коснулись, сейчас еще не поздно начинать закаливание, или можно только вот все испортить, это надо было делать раньше? Немножко поздновато, немножко уже поздновато, да, надо было пораньше немножко, хотя бы за месяца 3-4, да, ну, по крайней мере, полноценное питание, полноценный сон, правильное употребление овощей и фруктов, никто не отменял, это, ну, обязательно нужно, и не только деткам, но и взрослым. То есть это тоже будет иметь профилактический... Конечно, конечно, конечно. А стоит ли сейчас сильно менять рацион, да, питание, допустим, ну, понятно, у нас еще, у нас здесь Кувань, у нас Краснодар, у нас есть овощи, там еще фрукты, они еще сохранились, нужно ли, я не знаю, там больше мяса, или там, наоборот, больше злаков, или здесь вот не надо ничего делать? Нет, не надо, не надо, ну, просто нужно будет, по-любому концепция питания должна быть разнообразной, ну, уж на Кубани у нас уже достаточно овощей и фруктов, и важно тот же фруктовый салат, допустим, на десерт ребенку подать, или, допустим, тот же кусок мяса с каким-то там перец у нас, какой вкусный, да, болгарский, да, там, с огурчиком, с помидорчиком, это не проблема, ну, как у нас питание, в принципе, как оно было, ну, только мы должны, не то, что мы в жару не хотели кушать, а сейчас ребенок, у него должен быть режим, он должен проснуться, позавтракать, пообедать, полдник, ужин, ну, должно все быть в пределах разумного, и полноценный сон должен у ребенка, чтобы иммунитет работал хорошо, чтобы подготовиться. Мы продолжаем программу, напомню, мы сегодня говорим о сезонных заболеваниях, мы сегодня говорим о профилактике сезонных заболеваний, я имею в виду к зиме, и мы сегодня говорим о наших детях. Нина Васильевна, ну, мы с вами в первой части говорили, да, о том, как надо себя готовить, вот, к наступлению холодов, вот, к этому зимнему периоду, специально не начинал тему вакцинации, начну ее сейчас. Это, насколько я понимаю, мощное, одно из самых главных средств профилактики. Абсолютно с вами согласна, вакцина-профилактика – это основное, защита нашего ребенка, она практически защищает нашего ребенка на 90%. Даже вот сейчас у нас началась уже вакцинация с авигриппом, я всем рекомендую, я сама каждый год прививаюсь. У нас таких двое вот в этой студии, из двоих нас двое. Да, и практически не болею, и многие у моих пациентов говорят, Нина Васильевна, как хорошо, что есть такая прививка. То есть детки перестают болеть, поэтому прививаться нужно обязательно. Это самое основное условие. Особенно группы риска – это дети. Даже для беременных есть вакцина, и пожилой возраст – это группы риска считается. Ну и всем остальным, конечно, тоже нужно. Тоже нужно прививаться – это основное. Опять же, я не знаю, насколько это к вам сейчас будет вопрос. Но вот я слышал, что в этом году вроде как меняется вакцина, она была трехвалентная, теперь становится четырехвалентная. Стоит ли мне, человеку, не специалисту, на это обращать внимание? То есть и когда к моему ребенку в школе или в детском саду придет врач, придет доктор, он точно знает, что это нужно. Да, вакцина же у нас производится каждый год, учитывая, какие у нас прошли вирусы. Понимаете, это же не просто так. Раз – и ту же вакцину нет. Это большая работа проделывается учебными. У нас институт есть? Конечно. Это все очень серьезные вещи, это все проверяется. Поэтому я считаю, что нужно доверять нашей вакцине, тем более она очень хорошо себя зарекомендовала. Очень хорошо. Вот дети, которые непривитые были в прошлом году, очень тяжело болели. С большими осложнениями я просто настоятельно рекомендую всем прививаться. Всем. Еще один маловажный момент. Я помню, это был такой большой страшный бум. Это было там еще 10-5 лет назад, когда просто массово отказывались от прививок. В интернете это была большая история. Рассказывали друг другу мамы и папы в том числе, на детских площадках о том, как это все страшно и ни в коем случае. Это же вирус и его сознательно ребенку и так далее. Сейчас, по вашим ощущениям, я понимаю, что это бред, по вашим ощущениям, это спадает? Да. Ну, это, во-первых, глупо, потому что люди, которые не хотят прививаться, они просто ищут причину. Понимаете? Да. И сейчас в основном люди, они хотят прививаться. Конечно, есть такие любители, которые отказываются не только от прививки гриппа и от других прививок. Но я считаю, что они делают неправильно. Это абсолютно безграмотно, потому что если бы раньше прививали от гриппа, то та испанка, которая была, она унесла под подсчетом от 50 до 100 миллионов жизней. Понимаете? Если бы раньше это была у нас вакцина, да, сколько бы жизни сохранилось? Ну и тогда, опять же, нужно, мне кажется, сказать, хотя об этом часто все говорят, о том, что вакцина от того же самого гриппа, да, она, да, человек может заболеть, но у него не будет осложнений, вот тех самых смертельных осложнений, тех самых страшных последствий, которые есть. Конечно, конечно. Он может заболеть, конечно, но это все зависит от иммунитета. Если человек ведет нездоровый образ жизни, неправильно питается, там, ну, я не буду говорить за детей, да, там, пьет, курит, спит по два часа в сутки, конечно, организм ослабленный, и на фоне прививки у него может развиться, ну, не до такой степени, не до смертельного исхода. По крайней мере, он может заболеть, но в более легкой степени. То есть это все зависит от самого человека, от его образа жизни и от… От его желания болеть или не болеть. От его желания, да. Вернемся к детям. Вот буквально сегодня утром я там собирался на работу, как обычно фоном работает телевизор, начался рекламный блок. Каждая вторая реклама – это какой-то лекарственный препарат. Для детей, для взрослых, от кашля, от мокрого кашля, от, я не знаю, там, нос заложила, температура поднялась и так далее. Насколько стоит доверять такой рекламе? Нет, рекламе, конечно, доверять это глупо. У нас, слава Богу, достаточно врачей в городе Краснодаре, да. Да, я думаю, в крае, в стране. В крае тоже достаточно. У нас не проблема попасть к врачу, не проблема, да. Поэтому нужно доверять только врачу. Врач только может определить, какое лекарство нужно ребенку. Опять же, какой у тебя кашель, да. Мокрый или сухой? Кашель бывает аллергический, и бывает кашель от рефлюксизофагита, и кашель при бронхита, при бронхиальной астме. Нет, только нужно к врачу идти. Уже врач сам решит этот вопрос. А реклама, ну, так, значит, должно быть. Не, ну, рекламу ругать не будем. Не будем. Вернемся дальше, опять же, к рекламируемым, нерекламируемым. Я сейчас про витамины и там активные добавки, которые тоже есть. Я знаю многих мам, которые все, вот, сейчас, да, давайте пичкать ребенка витаминами. Это происходит осенью, это происходит весной, потому что авитаминоз. Вот здесь, как с этим разобраться, вообще, стоит ли давать ребенку витамины? Ну, значит, это нужно смотреть на самого ребенка. Если ребенок хорошо употребляет овощи и фрукты, то, в принципе, можно будет этим обойтись. Ну, как правило, в принципе, можно в октябре, в конце октября, в апреле можно давать ребенку витамины. В течение месяца ничего страшного, тот витамин. Но, опять же, мы с вами говорили раньше, да. Это только должен решить доктор. С врачом, с доктором посоветоваться. Конечно, может, доктор назначит витамин D, может, что-то еще какие-то витамины. Это должен только решать врач. Бесконтрольное применение очень чревато для ребенка, потому что это может быть осложнение на почке, и, может быть, у нас оксалаты часто бывают у детей в мочу, когда просто сдаем планово, это бесконтрольное употребление витаминов. То есть должен в этом разбираться только доктор. Ну, вот здесь, может быть, не совсем, опять же, к вам вопрос. Пока мы недалеко ушли от вакцинирования, пока мы недалеко ушли от прививок, я понимаю, что дети, это вот ваш профиль, да, ну, там школы, детские сады, там все это организовано, там самое главное, чтобы родители вовремя дали свое согласие, там это все пройдет. Для взрослых, ну, для нас еще не поздно. То есть вам есть еще время подождать, чтобы вот... Нет, нет, прививаться надо, конечно, да. Буквально, вот у нас в этом году в сентябре вот началась прививочная кампания, прививаться надо, надо. Еще вот время еще есть. Так что призываю всех, призываю всех. Еще одна такая вещь. Да, понятно, там современная медицина, там витамины, лекарственные средства, прививки и так далее, но никто же не отменял, если мы говорим с вами о детях, никто же не отменял бабушек и дедушек, особенно бабушек. А это я имею в виду, это там малина, лук, я не знаю, там попарить ноги перед сном, теплое молоко. Вот к этим, к народной такой медицине. Ну, смотрите, мед это хорошо, малина это хорошо, да. Но если у ребенка и взрослого нет аллергии, понимаете, потому что мы сейчас живем в век аллергии, поэтому тут тоже нужно осторожненько подходить. Очень хорошо, я люблю сочетание мед, имбирь и лимон. Прекрасно. Вот даже сделать. Вы так сказали, это вкусно, прямо можно кушать или с чаем? Прямо можно с чаем, да. Вы знаете, вот даже сделаете, вот для себя сделаете, да, я вот тоже хочу сделать. Это по чайной лурочке в день, там, утром и вечером замечательно работает. А можно по две чайные ножки? А можно по две чайные ножки. Но нужно осторожно, потому что может быть аллергическая реакция на мед, на малину. А то, что ножки, если ребенок, допустим, заболел, пришел попарить ножки, ну ничего страшного. А в качестве профилактики такая мера? А зачем в качестве, если ребенок здоровый? Ну, опять же, я там помню свое детство, да, там пришел с улицы, бабушка тут же, не важно, намокли ножки, не намокли ножки, холодно было, нет, надо попарить, потому что вот... Ну, это по желанию, скажем так, бабушек и дедушек. В принципе, это не считается прям основным методом профилактики. Ну, по крайней мере, можно это сделать. Лук разложенный, чеснок порезанный. Да, но оно не влияет на вирус абсолютно. Ну, хотя обладают, это фитонциды, обладают определенными свойствами. Ради бога, можно употреблять пищу, можно нюхать без проблем. Ну, и давайте, у нас не очень много времени остается до конца программы, давайте какой-то подведем такой определенный итог, если мы говорим о профилактике вот этих вот вирусных инфекционных заболеваний, сезонных, то есть это грипп, ОРВИ. Самое главное, прививка, я так понимаю, да, это самое главное, это мощная профилактическая. Это прививка, это не обсуждается, да. Дальше. Дальше, значит, здоровый образ жизни, прогулки на свежем воздухе, места массового скопления убрать. Ну, не убрать, а просто стараться меньше, особенно с ребенком. Ну, взрослым никуда не денешься, а с ребенком, значит, ну, можно маме одной сбегать в магазин, да, чаще мыть руки, полоскать носик, горлышко. Ну, и что еще я говорила? Ну, следить за питанием. Ну, народные методы, пожалуйста, если нет аллергической реакции. Это как дополнение? Ну, как дополнение, может быть, так спокойнее будет человеку. Ну, еще одно, мне кажется, важное, это консультация с врачом. Обязательно. Тем более, если мы взрослые, да, ну, там, успел, не успел, пошел, не пошел, дети, они, ну, там... Консультация с врачом на первом месте. Самостоятельно никакие добавки, никакие витамины принимать не стоит. Только при консультации с врачом. Спасибо большое, Нина Васильевна, что пришли, ответили наш вопрос, уважаемые телезрители. Еще раз хочу вам напомнить, что мы сегодня говорили о том, что скоро зима, о том, что нужно себя готовить к этой зиме. Еще не поздно себя приготовить и себя, и своего ребенка. Кстати, вот здесь вот еще один, если позволите, еще один вопрос. Мы начинаем там закаливать ребенка, мы начинаем ему там говорить, вот ты там, не знаю, спи с открытой форточкой, да, там еще чего-то. Насколько важно, чтобы родители тоже вот этим всем... Конечно. Конечно, если вы будете все время акцент делать на ребенка, так надо уже всей семьей заниматься. Здоровый образ жизни, утром зарядочку, проветрили, облили с холодной водичкой, можно взрослым, да, с ребенком это уже сложнее. Хотя очень хороший метод, но это постепенно все, сразу нельзя. Это должно быть семейный приоритет. То есть семья должна, семья это лицо ребенка, это пример для ребенка. правильное питание, здоровый образ жизни, проветривание и гигиена, конечно. Это семья основная. Еще раз спасибо. Итак, гостьей нашей сегодняшней программы была заведующая отделением детской городской поликлиники номер один города Краснодара Нина Чернышева. Еще раз спасибо. На сегодня это все. Увидимся в следующий раз. Всего доброго. До свидания. Будьте здоровы. Субтитры сделал DimaTorzok